так друзья всем привет добро пожаловать на наш канал для тех кто на нашем канале впервые я представлюсь меня зовут анастасия и 2023 году в апреле месяце мы переехали с семьей которая состоит из четырех человек то есть я муж и двое наших детей в германию на пмж переехали мы из казахстана сегодня я хотела бы затронуть тему о немецком образовании я поделюсь лично моим мнением моими взглядами возможно она будет совпадать с вашим мнением возможно она будет совпадать частично а быть может что она вовсе будет другого мнения но вы же понимаете все мы люди разные у каждого свои взгляды мнений поэтому я просто хочу поделиться своим мнением о немецком образовании в тем более что мне есть чем сравнить так как наш старший наш старший сын успел посетить в казахстане несколько классов начальной школы и так старший сын у нас сейчас ему 10 лет и он ходит в третий класс немецкий да мы потеряли немного времени потому что когда мы приехали он не успел закончить третий класс в казахстане и его посадили во второй класс но получается мы в хайм заехали в мае он немножко проучился были финтон каникулы и потом на летние каникулы пошли дети то есть он там буквально пару месяцев поучился естественно до никакого там знания языка он за эти два месяца не приобрел и у нас было совещание с учителем она посоветовала чтобы он еще один год посидел во втором классе так как программа намного легче второкласса когда они там просто решают какие-то примеры и за это время как раз был он немножко подучил немецкий мы в принципе согласились тем более у нас он не очень крупного телосложения он мелкий и вот на фоне этих второкласса когда хотя по идее он должен был уже казахстане пойти в четвертый класс он выглядел с ними наравне и сразу хочу сказать что когда мы в казахстане окончили детский сад прошли подготовку в детском саду я прям умоляла просила учителей и директора школы чтобы нас не брали в первый класс позволили еще один год провести в подготовке но уже в школе на что конечно же мне отказали такая система что ребенок вот должен ему 6 лет и он обязан уже сидеть первом классе поэтому в принципе мы не расстроились я знаю многие родители смущает это когда допустим ребенка предлагают оставить да на повторить год но что мне нравится здесь германии это не считается чем-то унизительным оскорбительным это наоборот идет во благо ребенку то есть на примере я знаю здесь даже кто допустим родился здесь до из немецких детей в нашем классе есть такая девочка которая мире сейчас посещает она закончила первый класс но она не все усвоила и она решила повторить первый класс поэтому я случае наших детей до у которых трудности с языком они не понимают хорошо еще немецкие то это вообще мне кажется идеальный вариант а ну так вот значит старший сын у нас на данный момент посещает третий класс учимся мы в городе сейчас байрой поначалу когда мы переехали мы жили хами в городке гефрес был небольшой городок и там в основном были одни немцы русскоговорящих практически на всю школу было несколько человек сейчас ситуация немножко другая и у богдана в классе присутствуют русскоязычные детки и наша младшая дочь который на данный момент 7 лет и она вот в этом году пошла в первый класс опять же кто может быть не знает и следил за нашей семьей у меня есть несколько видео до об этом значит когда мы тоже переехали так как на тот момент амелии исполнилось 6 лет летом нам сказали что она может идти в первый класс мы прошли тут а как бы нет комиссия назовем ее так да но там не только я бы не сказал что-то прям как медкомиссия у нас было в казахстане здесь в принципе проверяли навыки ребенка как он держит ручку умеет ли он писать там различает он фигуры до скольки он умеет читать и так далее в общем мы этот тест прошли и отправили ее в первый класс но так как в классе были абсолютно одни немцы амели на тот момент было 6 лет и она испугалась если честно у нее какой-то появился страх то что и говорят она не понимает и в общем возникли некоторые трудности она постоянно плакала и нам тоже опять же школа предложила что пускай она лучше один год пройдет форшули это как подготовка в детском саду на что конечно же мы согласились и вот в этом году когда вы переехали баррой она пошла в первый класс все сложилось благополучно мы все переживали но она справилась сейчас для нее школа это одно из самых любимых занятий даже в плане она не хочет не болеть не пропускать ей очень там нравится в группе также есть в группе в классе также есть русскоговорящие с кем она может если что у кого-то спросить ей не так как говорится будет грустно и одиноко да так что еще хотела я вам рассказать значит у нас уже идет третья неделя школы как началась она прошло у нас два родительских собрания то есть первое собрание было у амелии это буквально на первой неделе по моему как началось обучи обучение в принципе с моим уровнем b1 я понимала основные до детали плюс также нам давали вот таким листочек от богдана такой как бы план родительского вечера где по пунктам было описание то есть и кто наш учитель до его контакты потом допустим разговор было каких-то сборах сейчас я тоже вам расскажу сколько нам пришлось дать и далее уже было подробно и получается объяснение что ребенок должен как бы научиться до в этом году вот такой вот план также по по оценкам по правилам студент план в общем собрание длилось что у амелии что у богдана около часа в районе также там как и во всех стандартных школах выбирался родительский комитет да и и передавались номера телефона для групп ватсап чтобы вот общались ну в принципе все это основное что обсуждалось на родительском собрании в немецкой школе немецкой школе да и сразу же хочу отметить что мне здесь нравится то что здесь допустим на таких вот собраниях обсуждаются лишь только какие-то общие вопросы которые касаются обучение каких-то мероприятий организации и так далее да конкретно каких-то проблем да на общий план это все не выставляется просто мы неоднократно сталкивались когда ребенок учился в казахстане что в тем более мальчик да понимаете там где-то подрался где-то там что-то не сделал домашнее задание у нас мало того что это все на всеобщем собрании до обсуждалось при других родителей то есть проблемы лично твоего ребенка выносились на всеобщее обозрение это мне очень нравилось всегда и второй момент у нас была группа да также ватсапе где состояли все родители учитель и буквально ежедневно опять же это все оставалось на всеобщее обозрение выносились какие-то проблемы касательно твоего ребенка чужого ребенка неважно я считаю это неправильным даже допустим вплоть до имен кто не сделал сегодня домашнее задание я считаю этот подход не очень хорошим и что мне нравится здесь в германии то что если есть какая-то проблема с твоим ребенком это на общее образа общее обозрение не будет выставлен выставлено тебя пригласят да как родителя если какой-то конфликт произошел допустим с другой стороной пригласят только допустим родители того ребенка и это будет все вот так вот конфиденциально обсуждаться слава богу нас пока таких моментов не было и также если допустим учителя что-то не устраивает вашем ребенке либо он видит какие-то проблемы какие-то сложности в обучении опять же это не по каким правилам у них я не знаю это настолько все у них вот конфиденциально что это не это только вот ваша личная информация и это будет доступно только вам то есть с вами учитель свяжется либо назначить термин до на собеседование чтобы обсудить данную проблему либо может быть как-то в письме он об этом как говорится выразиться да и это я считаю одним из самых наверное таких вот приятных моментов то что проблемы твоего ребенка это только твои проблемы и это не выносится на всеобщее обозрение потом значит что мне еще нравится в немецком образовании то что здесь вот сейчас у меня дочка пошла в первый класс здесь все проходит на таком знаете лайтовом режиме то есть как бы ребенок постепенно как бы от садика до переходит вот эту вот взрослую школьную жизнь я бы не сказала что много задать домашних заданий в основном это все такое в творческом что-то нарисовать разрисовать когда мы с богданом учились у нас прям было много заданий сразу там много письма они вот поэтапно изучают допустим алфавит какой-то буквы начинают и все это вот в таком вот ну как бы как бы детский сад но и и не детский сад мне в принципе это нравится потому что у ребенка должно это все происходить поэтапно чтобы не было таких больших скачков да я знаю все говорят что вот немецкое российское образование самое лучшее самое сильное там но вот начальная школа это ребенок я не понимаю зачем его загружать и просто у нас было очень много проблем очень много домашних заданий в казахстане ребенок вынужден был посещать еще группу продленного дня там записали его конечно это же все было тоже платно чтобы ему там как-то помогали потому что времени нет у родителей надо сидеть по 2-3 часа это только за уроками ежедневно и это тяжело ребенку здесь же все лайтово вот честно особенно вот это до наверное четвертого класса я не знаю как будет старше школах да когда-нибудь столкнемся я обязательно об этом расскажу и так же что мне здесь еще нравится то что у них идут школы по разделениям то есть сейчас вот они ходят в одну школу грунт шули называется начальная школа в эту школу уходят детки только с первого по четвертый класс это очень удобно я считаю во первых потому что у них нету столкновения старшеклассниками да и и отсюда вас следует что меньше возникает вот таких проблем насколько я знаю это популярно было еще в мое время да когда я училась потому что у нас одну школу посещали с первого по одиннадцатый класс и бывало то что первоклассники ходили в утреннюю смену когда учились там от пятого и высшие классы и возникали такие проблемы особенно мне кажется это касается родителей мальчиков да когда старшеклассники то 5 6 7 классы они как-то издевались или обижали первоклассник это было даже вот по моему когда богдан учился там на переменах он раз как давно был первым втором классе то что элементарно когда они заходили в столовую чтобы купить себе да там какой-нибудь пирожок булочку забегали вот такие вот которые дети постарше просто их отталкивали и доходило до того что они все раскупали и там однажды богдан даже сел и плакал потому что ему не досталось а ну вот такие вот правила до жестокой жизни а здесь же вот одна школа с 1 по 4 класс далее они уже допустим богдан в пятом классе перейдет в другую школу школу это миттельшуле средняя школа потом седьмого класса у них тоже есть по моему разделение но я еще не углублялась в этом не еще рановато несколько лет по я подожду но как бы общую информацию я знаю есть еще реальшуле и есть еще гимназия гимназию попадают детки которые очень хорошо учатся и которые в дальнейшем хотят поступить на высшее образование да это нужно обязательно вот либо по моему реальшуле если не ошибаюсь если что поправьте меня в комментариях либо гимназия вот они имеют право пойти после окончания как у не до университет а вот средняя школа там как у нас по стандарту до 9 класса и далее ты уже идешь какой-нибудь техникум то есть ты можешь делать аусбилдинг получить какую-то профессию такую ну и так далее ну в общем пока мне еще слава богу об этом не надо сильно думать так что же касается по сборам а еще сразу хочу отметить что мне нравится здесь немецких школах то что здесь нет школьной формы боже мой вот мы уже второй год магдан ходит школу я просто кайфую от этого во первых потому что это удобно ребенку во вторых это удобно нам мамочкам просто я помню когда богдан походил вот этих формах обязательно нужны были белые рубашки у нас было еще форма по моему определенного цвета у них даже мы шили им такие синие жилетки каждая школа был каждый цвет обязательно брючки туфельки и это все настолько неудобно ребенку сидеть да это всегда было вот это вот у пацанов вот это все в ручках здесь все в ручках это пока отстираешь ну ну реально мне кажется дискомфорт это был и когда ребенка и так и для родителей здесь же абсолютно свободная форма то есть можно джинсы да в такую погоду ветреную одеть можно спортивные трико толстовки футболки и кроссовки все все что ребенку угодно туда же сложно по моему найти эти туфли очень сложно не во всех даже магазинах они есть ну вот это мне конечно очень очень нравится и еще хочу отметить что мне нравится то что здесь на переменах насколько я знаю вот нашей школе есть одна перемена большая которая длится 15 минут либо 20 и такая вот 10 минут и в этот момент конечно детки могут где-то перекусить либо они выбегают на улицу и постоянно в казахстане я получала сообщение также от нашего классного руководителя то что вот ребенок на перемене бегает носится ведет себя вот так здесь вот я неоднократно присутствовал до когда начиналась переменка у детей дети выбегают они выплескивают вот эту всю энергию да они сидели там час-два на занятии и вот это вот им разрешено бегать ну в плане разумного конечно обязательно присутствует несколько учителей которые следят но они следят не тогда вот и 100 стой здесь не шевелись не двигайся все все эти 15 минут или 20 стой все просто сядь и сиди нет они смотрят чтобы случае чего если вдруг там дети столкнуться либо еще что-нибудь да как-то оказать помощь и ну и присматривают за ними но не кричат не ругают и не запрещают им просто бегать и там у них есть специальная детская площадка такая на территории школы где не могут порезвиться вот что мне тоже я считаю это немалым важным ребенку надо выплеснуть энергию так ну и в курсе я расскажу вам о наших затратах на школу да сколько мы потратили значит в этом году начнем с родительских собраний вот я присутствовал да на обоих и конечно преждевременно на нам поступило письмо случае амели то что мы должны сдать и вот она пошла в первый класс 70 евро до кажется сумма такая немаленькая но сюда входит им купили какие-то определенные рабочие тетради потом на копию и такие вот мелкие расходы ну там все было расписано 70 евро для амелии и для богдана в общей сложности я сдала два так 55 евро по-моему 55 или 50 в общем нет 50 наверное вообще сначала у него взяли 27 евро тоже на какие-то там рабочие тетради и вот на родительском собрании мы донесли еще по 22 евро это как раз таки на купе и для трудов им что-то нужно было приобретать то есть вот на двоих детей грубо говоря у меня ушло 120 125 евро это чисто то что я отдала в школу но и конечно же помимо этого мы закупали все к школе это принадлежности дальше к школе опять же были выданы списки по которым нужно было закупить все необходимые вещи но в этом году нам пришлось полегче так как у нас очень многое осталось нетронутым то есть амеля в том году когда пыталась пойти в первый класс соответственно мы все закупили да и там буквально мне пришлось докупить по папа которые не совпадали по цвету и каких-то еще блоков не помню ну то что не было вот в списке той школы которая нам давала и где-то на канцелярию но это грубо говоря только для богдана у меня ушло в районе 70 евро то есть среднем считать если на канцелярию то где-то 70 80 евро это на одного ребенка необходимо закупаться и соответственно будет еще в середине года опять же до пополнения где-то карандаши где-то опять будем сдавать на копии вот такие вот среднем у нас получились затраты на ну что же подведем итоги я хочу сказать что пока я не вижу никаких ужасов как многие да там бывают говорят там что-то о немецком образовании для немецких школах на данный момент нас все устраивает даже даже лучше допустим чем в казахстане но это опять же говорю лично я отталкиваюсь от мнения своих детей от своего личного мнения и взглядах я бы также в августе месяце записывала я видео брала небольшой такой утре интервью моих деток кому интересно можете зайти посмотреть в принципе про адаптацию до деток германии как они вот это все проходит что они чувствуют и у богдана были вопросы касательно именно школы он на них отвечал то есть если вам интересно вы можете зайти еще и посмотреть именно взгляд ребенка да но взгляд мамы у меня пока только положительный мне очень нравится и образование и учителя отношение учителей к детям отношение учителей к родителям и в принципе вот это вот вся атмосфера поэтому что мое заключение я довольна хотелось бы конечно услышать ваше мнение мне тоже интересно узнать как допустим у вас обстоят дела со школы может быть что-то я упускаю пожалуйста буду рада прочитать постараюсь каждому ответить в комментариях поэтому спасибо всем тем кто просмотрел наше видео до конца кто не подписался можете подписаться вам пожелаю всего хорошего легкой учебы для ваших детей всем пока чёс